всех приветствую на канале мальфары дарья карпатская у нас в биополисе сейчас замечательная погода светит солнышко и есть повод пообщаться с вами и поговорить о том что происходит в мире куда мы все движемся и как нам с вами взаимодействовать на качественном мы все единое целое мы все словно капли одного океана вся планета вся ноосфера требует от нас и наполнена нашим стремлением стремлением человеков к объединению по навальному только ленивый не прошелся и я не буду говорить сейчас об этом персонаже но именно он и манипуляции людьми привели к успешным с тысячным тысячным акциям поддержку данного персонажа в россии потому что людям хочется быть объединенными за что-то против чего-то но обычно нас объединяют против чего-то если мы действуем именно так как нам рекомендуют идем на демонстрации митинги манифестации против ковидлы против вакцинадлы и прочих вещей то мы играем по их правилам именно поэтому твари управляющие нашим миром так активно продвигают весь прошлый год и этот год также так называемые социальное дистанцирование даже пресс-секретарь белого дома псаки в очередной раз сообщила что несмотря на поголовную вакцинацию после того как вы будете вакцинированы конечно же социальное дистанцирование и маски останутся But even after vaccinated social distancing wearing masks are going to be essential and we'll need to continue communicating about that through health and medical experts But even after vaccinated social distancing wearing masks are going to be essential Какие условия необходимы, чтобы полностью уйти от всех ограничений, то есть вернуться к тому, что было в первой половине марта 2020 года? Вернуться к тому уровню мы теперь никогда не сможем, и жить в тех условиях, в которых мы раньше жили, тоже не получится. То есть ограничения в виде масочного режима, дезинфекционного режима, социальной дистанции, они теперь с нами останутся, в принципе, так скажем, пожизненно. Ольга Федоровна, уточнение на вашу фразу, что масочный режим с нами навсегда, спрашивают, то есть он никогда не закончится? В общественных местах нет. Добро пожаловать в новый мировой порядок, который вам продолжают навязывать. Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется. Но, повторюсь, ноосфера настолько насыщена нашим желанием и новыми вибрациями объединения, что происходят и очень хорошие позитивные вещи. Команда медиа «День ТВ» провела заседание Клуба правильных людей, на котором они также искали ответы на вопросы, что делать и как выживать в нашем дивном новом мире. А в середине января прошел совет попечителей биополиса. В течение трех дней мы плодотворно общались и разрабатывали простые алгоритмы создания биосферных поселений, так, чтобы каждый человек мог присоединиться и создавать вместе с нами новый образ мира. У всех, естественно, вопрос, что дальше. Я уже не хочу так, как вот здесь. А как дальше? И первое, что нужно делать, нужно понимать, что, во-первых, нужно отказаться играть в эту игру. То есть нужно отказаться, нужно сделать намерение, намерение свое, официальное, публичное намерение живорожденных человеков. Они же делают свои намерения, они говорят, что мы вас будем вакцинировать, мы вас будем учителизировать, есть программа по сокращению, там чипы, там это. Они не просто действуют, они действуют и говорят перед тем, как действовать, они говорят, что они будут делать, они говорят, что они будут нас утилизировать. А уже согласимся мы с этими нормами, не согласимся, это ответственность на каждого. Есть ресурс, есть там группа единомышленников, которые полностью покрывают все задачи и направления, по реализации, то тогда в течение года, вообще с устройством, обустройством, с кастомизацией под территорию, с постройкой всех необходимых строений, там на основании купольных домов, других сооружений и так далее, могут быть готовы. И в принципе, это так развивается параллельно, что, то есть, когда это развивается параллельно, достаточно одного цикла год, и на следующий год у вас уже все есть полностью функционирует. Но самое важное, мы на себе отрабатываем ту модель, чтобы человек взял вот план действий, пошаговый, и пошел по нему, и у него все получилось. Делают невыносимую жизнь в городе, в первую очередь. Я? Так я же об этом и говорю. Я слышу как о том, что Единый хочет, чтобы мы приехали в природу и жили в природе. Уверен абсолютно, что если мы свое внимание направим целиком и полностью на создание биосферного поселения, как алгоритма, и не будем отвлекаться со своим вниманием на борьбу, на которую нас натягивают, то мы сможем и создадим прекрасный результат. Сам палач кует себе топор, которым будет он повержен. На днях Мария Шукшина провела замечательный многочасовой круглый стол о сегодняшней текущей ситуации, о том, что делать и, возможно, как бы противодействовать происходящему нечеловеческому на всей планете. Я не знаю, как долго данное видео будет держаться в Ютьюбе, потому что там очень много откровенных вещей сказано и про вирусы, и про маски, и про прививки. Но на нашем телеграм-канале, я вас поздравляю, подписывайтесь, ссылка в описании. Есть полное видео, почти 4 часа общения с известными и уважаемыми мною многими профессорами, докторами, аналитиками, которые высказывают и рассказывают правду того, что происходит и чего находится во всяких пробирках, которые нам активно рекламируют. Да, кстати, посмотрите замечательный сексуальный ролик, уважаемый во всем мире компанией Юнисеф, где также речь идет про вакцину. Но об этом больше не будем, потому что Ютьюб этого не любит. Давайте все-таки объединяться не против, а за что-то. И то, о чем мы говорим уже многие годы, это понятно любому человеку, живущему на планете, и понятно каждому на любом языке, потому что мы говорим о жизни, о сохранении жизни на планете, о гармоничной жизни, об изобильной жизни, о возможности человеку развиваться, жить здоровой жизнью. Система, как может, противодействует тому, к чему нас призывает наша планета, Вселенная, и к чему мы все так сильно устремлены, а именно к объединению. Ну, посиди немножко. Поговорим, а что же мы с тобой можем сделать, и каким образом нам нужно объединяться. Но кроме естественного в сегодняшнее время желания объединяться, нужно еще и включать голову и понимать, как данное объединение выстраивать. Поскольку на сегодняшний момент, к сожалению, я не могу назвать ни одного устойчивого, действительно устойчивого, либо успешного поселения. Это кошка. Ни Финхорн, ни Тамера, ни даже совершенно мощный, огромный Ауравиль, который начинался десятки лет тому назад с баснословных вливаний финансовых разных стран под эгидой ООН. Нет таковых сегодня. На нашем телеграм-канале был не так давно размещен совершенно замечательный пост. Как гибнут экопоселения? Я хочу вам его зачитать. Они гибнут незаметно, обыденно, стандартно. Первые пару лет почти во всех поселениях проходят более-менее на ура. Хороводы, праздники, вышиванки, праздники купала, гусли, посиделки с гитарами у костра. Энтузиазм зашкаливает от новых отношений, от переезда, экспериментов на стройке и в огороде. Но потом все упирается в взаимоотношения между соседями и внутри семьи. Вам кочергу прислали бандерой. Хотели вас запустить. Что-что-что-что? Да я в него утеком запущу. Люди фрагментируются на кластеры. Со временем одна часть становится почему-то всегда недовольна другой. Одна могучая кучка вставляет палки в колеса другой неправильной фракции. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил. Противостояние тех, кто зимует, и обычных дачников-любителей, тех, кто любит собак, и тех, кто считает, что собаки должны держаться исключительно на поводке, сторонники собственности, те, кто исключительно за коллективное владение землей, начинают ругаться между собой, отчаянно нуждающиеся в электричестве, и те, кто считает, что электричество зло, также конфронтуют. На морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. И те, кто прочитал все зеленые книги, очень ярко недолюбливают тех, кто уверен, что это исключительно художественный вымысел. Сыроеды искосо смотрят на мясоедов, более успешные в финансовом плане, за глаза высокомерно называют бедных соседей нищебродами. А почему так вышло-то? Что у вас? Средствов нету? То есть денег у вас не хватает? Средствов у нас есть. У нас у нас не хватает. Православные шарахаются от кришнаитов, те, кто покуривают, вынуждены постоянно тихориться. А это раздражает, потому что всем хочется свободы, и все понимают ее по-разному. Все поселение разбивается на 3-4-5 сообществ, а также те, кто уходит в самоизоляцию, либо просто уезжает из поселения. Настоящая жизнь начинает возникать лет этак через 10-15. Внутри уже вот этих маленьких сообщества 5-6 семей. Они действительно дружат друг с другом, ходят в гости, помогают, отмечают дни рождения. Но погода эта в принципе для всего поселения не делает. Общие большие дела в таком составе уже не потянуть. И поселение, как содружное единомышленников, увы, погибло. Хотя в нежне все выглядит неплохо, но жизнь стала как в обычной деревне. Просто участки зарастают сорняками и завалами. Дело в том, что городские люди делают одну ключевую, главную ошибку. Они тянут с собой в новую жизнь и в новую модель человеческого сообщества старое городское поведение и стереотипы. У них нет понимания и знаний, как общаться друг с другом, как выяснять взаимоотношения в семье, по-новому, иначе. Общение строится по городскому шаблону. Захотелось что-то сказать, ты ляпаешь и не задумываешься о последствиях. Но в городе после такого дела можно спрятаться за миллионами дверей, домов и других людей. На поселении каждый друг у друга на виду. В маленьком сообществе спрятаться в принципе некуда. Ты всегда будешь на виду. И обиженный сосед никуда не исчезнет. А тропинки здесь узкие. Городской менталитет, он как бы остается у многих и в семье. Развод в родовом поселении не считается чем-то из-за ряда вон выходящим. Наоборот, это почти стандартная ситуация. Очень многие приезжают парами и очень быстро разбегаются. Также очень многие приезжают уже в новом статусе. Надеясь, что новое чистое место, новые люди и знакомства помогут обустроить жизнь по-другому. Но если ты сам не меняешься, то почему же в семье твоей все должно быть прекрасно? Я сейчас у него кочергу брошу, чтобы не обзывался. На самом деле происходит вот что. Сменяются декорации. Стало больше антуража комаров, кислорода и пеших прогулок. Сплошная аутентичность. Однако модель поведения и взаимодействия со спутниками не изменилась. Фальшь никуда не исчезла. И чтобы сохранилась семья, чтобы она развивалась, нужно изменять отношения друг к другу. Быть готовым отдавать, а не только требовать. И вот что думал уважаемый мною и говорил об этом Вадим Ловчиков. Когда человек работает на наживу, он это паук в банке с такими же пауками. Он всегда будет свою наживу ставить в главу угла. Ну неужели это непонятно? Это же из истории всегда. То есть любое предательство именно на этом построено. Не может так, что я так высоко светил, что я хочу, чтобы моя группа наживалась, а я в ней как бы... Уж как распределите? Нет. Если я хищник, то я хищник по отношению и к окружающим, и к членам моей группы. Потому что я хочу быть альфа-самцом как минимум. Да? Потому что я хищник. И я хочу... И... Всех остальных. Понимаете? Поменять свою жизнь и начать жить в поселении, это очень серьезный шаг. Это как три в одном. А именно купить дом, жениться, выйти замуж, или принять сотрудника на работу, или устроиться на работу. Вот если вы объединяете все эти три процесса принятия решения, насколько это ценно, ответственно и важно, то как бы это будет равносильно тому, когда вы принимаете решение поменять свой городской образ жизни на жизнь в поселении. И здесь приходится все строить с нуля. И дом, и отношения. В чистом поле ничего нет. Нет ничего, на что можно было бы опереться, кроме людей, которые разделили с тобой мечту. И тоже рискнули. Дома так или иначе по всех поселениях построили. И колодцы вырыли. И даже поставили кирпичные печи. Сады начали давать обильный урожай, на покошенных участках стало меньше комаров и клещей, и больше домашних животных. А вот отношения построить не смогли. Эгоизм взял свое. Мы все объединены в ноосфере. И когда мы говорим и заявляем о наших новых экологических проектах, о том же самом говорит и Александр Андерсон, например. Самое важное сейчас, это даже не высаживать новые леса, а именно сохранять лес. Уникальные экосистемы древних лесов формировались веками. Их не то, что невозможно быстро восстановить. Их в принципе нереально восстановить. Поэтому важнее именно сохранять лес, чем сажать. Создавая биосферные поселения, прежде всего необходимо договориться о тех базовых понятиях и ценностях, которые однозначно понимаются всеми. И начать нужно с понимания ответственности. Ответственности того, что все, что происходит в твоей жизни, конкретно притянул, привлек в свою жизнь именно ты. Не перекладывать ответственность за свою жизнь на других, не перекладывать ее на государство, на медиков, на какие-то случаи или удачи. А брать ответственность за себя, за своих детей, за планету, за окружающий наш мир, за мир в этом мире в свои руки. И реализовывать базовое право жить, трудиться, развиваться на этой удивительной третьей от Солнца планете. Для этого у нас с вами все есть. Присоединяйтесь, стройте вместе с нами биосферные поселения. Всем добра. Ни соседям, ни друзьям, никому не узнать о меня.